Тихая моя Родина Я вынужден опять вернуться к обрезкам. Почему? Потому что ученики мои тоже занимаются обрезкой. И где-то правильно, где-то надо поправить, где-то надо использовать их опыт уже для того, чтобы как можно больше людей знало, что такое все-таки обрезка. Вот этот кусочек вот я просто взял из очередной статьи. Те, которые в интернете бродят, причем бродят их в гигантском количестве. Она называлась так. Обрезка с любовью. Представляете? Подходит человек. Ну, я пытаюсь, наоборот, берет человек, допустим, хирургический нож или как он там, скальпель. Ну, на всякий случай, еще есть хирургические инструменты. Там есть, помните, ножовка такая, острая-острая, чтобы пилить кости. И начинает с любовью обрезать, может быть, родственников кого-то, может, что-что. Вот. Вот так вот жуткое такое сравнение. Потому что вот это слово обрезка с любовью, вынужденная обрезка, надо было написать, обрезка со связами на глазах. Вот это было бы правильно. Так вот всякий садовод знает, пишет вот этот автор, как бы его назвать-то, в застольной. Весна, время для обрезки. Вроде правильно. Сокодвижение – это предназначено на ликвидацию зимних травм. В природе так устроено. И тот же человек, увы, 90% садов либо не обрезан, либо неправильно. То есть, получается, надо резать правильно. И каждый год. И вот я тогда уже возмутился. Я думаю, что же мне делать-то? 133 вебинара. И вот вспоминая Антон Валерьевич Сафронов, благодаря которому состоялся все эти вебинары, душа, можно сказать, наших вебинаров. Когда-то они будут изучаться в университетах, иначе ничего не будет никогда. Или эти вебинары, или ничего. И когда я готовился, с самого первого вебинара, вспоминайте, Антон Валерьевич, я взял и накидал темы. Представляете? Вот эти темы. Вот читайте сами. Вот эти темы. А вдруг их оказалось столько, а я недавно их опять нашел. Вот. Можете прочитать. Вот Ирина Александровна Савельевич, она уже прочитала у неё какой-то талант. Вот. Вот поэтому она столько и сделала в этом, в научных работах. Что я в меня в ОТР прихожу. Вот. Ежи-то это когда-то поймут, но, а может, тоже останется так же, как это, непризным день. Посмотрим. Обрезки, обрезка, укорачивание, летняя обрезка, ненужная обрезка. Вот. Опять. И вот я выделил как? Дело в том, что мы сегодня затронем, ведь на 133 вебинарах хоть один был, где бы мы не затрагивали. Я решил вот это затронуть. Почему? Сейчас поймёте. Это интрига. Вот. Снова читаем, 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 читаем. Вот. Я уже ничего не могу добавить. Всё это было 4 года назад. В 2018 году вот это всё я сидел и писал пункт 23. Вот. Кто, кто, когда знает о том, что обрезка делает сама природа. Мы всё это проходили. Многие уже отошли от этого. Кто-то после 50-го, 100-го вебинара сказал, всё мы, в принципе, всё знаем. Совершенно верно. Вот. Вот это обратите внимание. Самый смертельный видов обрезка. Вот это вот опасный приём. Почему выделил? Сейчас об этом пойдёт речь. Вот. Ну, конечно, Юлия Матвеева одна из моих духовных дочек. Вот. Уникальный человек. Вот. Я их отношу, таких садоводов, я их отношу к пароде ангелов. Вот она, видите? Ну, ангелы тоже должны иногда на грешную землю спускаться. Видите, босиком. Ой, только сейчас обратил внимание. Я говорю, ангел. Вот. И вот у неё питомник Северина. Значит, я выделил так. У меня много людей, которые мне как помогают. Слайд, берут где-то там, ну, ну, всё, а какую-то выдержку. И говорят, прокомментируйте. Вот мне писали вот это. Пункт 4, смотрите. И фотографию. Это очень важно, что мы делаем. Когда-то всё это останется. Где-то, признать, что это будет правильно, где-то ошибка, а где-то спорным. Итак, моя любимая духовная дочка Юля пишет, это уже из её канала, делать обрезку в районе со стволом, не задевать почки. Речь идёт как раз о таких случаях. Видите? Пишет, обрезка в районе со стволом, ранка затянулась корой, со временем не станет видно. Какая будет моя как бы комментария? Не да, не нет. Именно комментарии. Смотрите. Вот это когда-то тоже одно из моих открытий, потому что существует 40 этих самых гипотез, как вода может на высоту 100 метров подняться без насоса. А если насос, то это чудовищное давление 10 атмосфер. Сколько 10 атмосфер? Ну, представьте себе, что это вы превращаетесь в ровненькую вот такую лепёшку. Ну, то есть в лист бумаги. Если на вас, тогда действует. То есть вы превратите в лист бумаги. Ну, так широко, так нет. Не то. Блин. Блин, на сковородке. Вот такое это. А здесь всё происходит. Я, 41-ое, это моё изобретение. 40-ое, это не моё. Я же металлург, я же не понимаю ничего в этом, как мне мордой тычат. Но я зато знаю, что такое перепод давление. Так, я знаю, что, догадываюсь, не имея микроскопа, вот, потому что других вариантов для меня и существует. Где-то по одним сосудам, это сосудистая система, поднимается до самого верха, дальше расползает, само собой, по веткам, по почкам и по листьям, достигает вершины. Вот это слово. Вершины. И, так как вот это вот, здесь давление чуть больше, получается, муа, 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 Видите, как я это, с наукой разделся. Муа, муа, и всё, стало понятно. Так вот, это всё происходит. И вот, когда случается такое дело, тут остаются два варианта. Да, первое, хорошо, чтобы зажило. И у Юли, зажило, у неё волшебные руки. Я просто расшифровал это всё. Юля, пошёл по своему саду. Вот так получилось. Не зажило и не заживёт. Кстати, у нас климат одинаковый, возможно, даже где-то на средний награду хуже. Заметьте, я применил слово о них именно хуже. Есть такие, не научное слово. Ещё раз. Так, сейчас внимание. ещё. О, в прошлые годы практически зажило. То есть, дерево развивается. Вот. И, вот, чёрт тебя возьми, вот мы и влипли. Учёба из учёбы, друзья. Никакого триумфа. Почему? В одном случае так, в другом так. Итак, что мы имеем? Мы имеем, научайтесь отвечать. У нас мне каждый день подходят люди и говорят, что творится. Тащику. Я думал, всё, уже утихомировалось. У меня это самое, это чёрт, бактериальное. Деревья ни с того, ничего не погибает. Взялось сегодня, и завтра его нет. Скоро пасти за смерть. А у людей есть. Я развожу руками и говорю. им. Пожалуйста, деревья режете? Режем, положено. И вы знаете, как же мы этот разговорим? Я говорю, прекратите резать. А мне уже резать нечего, они уже мёртвые. Тащита, моя мать, ну что мне делать? Я злюсь и иду искать эти фотографии. Вот эту фотографию взял на моём саду. Это все болезни, я не учёный, металлург делю на две. Рак бактериальный, название самопридуманное мной, потому что его отрицают. Не могу найти, в одном подготовке кубинаров есть официальный ответ из Роскомнат, блять, этих, и даже матерюсь надзором, в котором надзор есть, а мозгов нет, то вы потом сами будете смеяться. И которые кончаются. Фунгициды, фунгициды, фунгициды. Не поможет. Но этот рак, настоящий, старину, его называли огневица за красный цвет. Он не убивает всё дерево. Он убивает часть дерева, которая прекратилась по инерции. Вот это сосудистая хирургия, чёрт, мне же 100 тысяч отдал, но ноги уже бы отпилили. Не, я хожу сейчас, как этот, как мы чешко бегаем. Вот. И появилось слово сосудистая хирургия, а у людей, а здесь такие же созуды, такие же, вот эти вот, вот эти вот, где они там, делисто. А, ну ладно. Нет, всё, пока растворение своё. Вот они. И здесь происходит следующее. Здесь получилось нарушение. Мороз добавил своё. И, приглядитесь, чтобы ориентировались. Вот эти вот пупырышки, так, пупырышки, это споры. Там развиваются, потом эти пупырышки. Это уже грипп, но его поискать. Вот, хоть лоб, как есть такое, кол на голове тишите, у себя, у кого угодно, в науке. Не вылечить. Всё. А теперь представим себе, а вот тут раны нету, нету, и тут нету. Это что, совпадение, где рана, там этот, чёртова огневица. Ещё есть название другое. Я не знаю, официально или нет. Когда там мне заставляли эти, экзамены сдавать? Да, и какой металлург? Я же экзамены сдавал, когда землю мне давали, эти, вельсинские времена. Я же экзамены сдавал, в Шушенском этом. И после этого мне дали звание, это фермера-то. А что же у меня туда мордой-то, в рыло, с серёдочной мордой, как Ваньку Жукова? А, девчата? Эти, со званиями. И вот получается, смотрите, мне было бы рано, так вот, первое, бороться бесполезно. С этого начинается дурь, потому что, ну, понятно, отрезать придётся, но дело-то в другом. Дело в том, что бороться с этим бесполезно. Я прескал дерево бесполезно. Не делать рано. Почему? Давайте ещё пойдём. Вот это вот, здесь, видите, Юля права. Вот здесь бы, ну, откуда взялся этот саженец? Из посылки, в обазу пришёл, для промышленного сада. Вот взять бы вот этот, по принципу, там, как там писал Ванька Жуков, мою харю с серёдочной мордой, а взять бы вот этот саженец, и тому, кто продал какой-то из этих, из сибирских питомников, этому 6 миллионов отдал за такие саженцы, вот то бы мордой бы, вот этой самой. Видели? Вот он, пенёк. А вот это вот ещё раз, он настолько хорош, он когда-то войдёт в книги научной дикости, глупости, потому что в руках садил его своими руками доктор наук. У меня есть там фотографии, где, помните, там идея эти самые, как садить яблоню, грушу, там даже по названию можно восстановить этот фильм и узнать фамилию этого доктора. Просто я уже не злопамятный. Вот он получается. Здесь пенька нет, но от этого саженец здоровее не стал. Это же мне подозрение, что его и не замазывали, этот пенёк. Вот это вот я вам показывал, почему. В принципе, давайте определимся, почему. Здесь самый правый считается, ну, уточнение это, хоть, извините, я вам показывал эту фотографию, я делал из книги. Книга популярная, там 100 тысяч, по-моему, и человек не случайно с удовольствием. Вот. Ну, другое дело, что 19 века вот этот рисунок всё повторяет и повторяет. Даже не задумываясь. Вот это правильная смертельная рана. Вот заметьте, фраза, да, бывают такие фразы, это разве грамотная фраза? Это когда называется правильная смертельная рана. Может быть смертельная рана быть правильной? Площадь этой раны больше, чем диаметр этого. Что, сюда мороз не пойдёт? Так. Вот это ещё смертельная. Назовём это. Ну и смертельная рана, но уже неправильно. Вот тут автор прав. А вот это, которое считается тоже смертельным, у автора, на мой взгляд, это единственное спасение. Вот у этого из трёх тут надо приоритеты поменять. Правильное, смертельное, правильное и смертоносное. Или там менее смертельное. Хотя тоже слова «менее смертельное», если речь о смерти, бывает половинчатая смерть. Представляете, до чего мы дошли? Вот этой технологии, когда один, не задумываясь, нарисовал эти рисунки, если собрать все копии, все повторные, все, кто перенёс свои научные работы, статьи, книги, журналы, интернет, это миллионы, вот это всё, задолблена вся Россия. И никто понятия не имеет, что вот это единственный шанс. Вот это вот. Раз уж вынуждены резать. Это ещё не всё. Мы сейчас, после этого, ещё не всё. Нет, предварительно сейчас скажу. Всё-таки я потом могу забыть. Смотрите, я ведь не с вами воюю, это молодец. Просто общее пожелание. У вас золотые руки, у вас почти зажило. Действительно, возможно, не станет. Конечно, а это... Мороз сюда попадёт. Почему? Калус из калус. Морозостойкость, даже если представим себе, хотя это невозможно, стопроцентное заживление. У калуса морозостойкость на 5, а резь градусов ниже. Всё. Это всегда источник будущей опасности. Ниже мы убедимся. На вашем же примере. То есть, я просто вот таким длинным, нудным словами всех, вы этого умница, вы моя ученица, всех предупреждаю. Есть возможность не резать. При пересадке, да, отрезаем верхушку только ради переживания. Мы из двух бед, страшных бед, выбираем одну. И тогда действительно у нас вот это вот, вот это вот, там начинается поиск новых путей. Падает морозостойкость, падает иммунитет. Покрываются деревья этими насекомыми страшными. Ну ладно, при пересадке, ну вынужден, ну раз мы не умеем выращивать на месте. То есть, есть возможность, такую рану делать не надо. Если нет, тогда грамотно сделать, как сделал ее. Идем дальше. Это не все. Раз уж я затеял, дело в том, что это как бы, вроде бы, рана на кольцо, она зря, рана закинулась, обрезка, продолжение ветки. Ну то есть, фактически, это рана на кольцо. Вот. В принципе, я рана на кольцо не одобряю. Еще раз говорю, это вынужденная мера. Наверное, она садила саженец и взяла так, как я учил ее, этот самый, духовный папа, папа Валера. Вот. Поэтому я только поэтому рад. А я вам так долго объясняю, я вынужден это сделать. Я хочу, чтобы уже не возвращаться к этому. Вот. Теперь. Еще не все. Вот. Надеюсь, вот это, когда-то появятся новые схемы. Вот они. Новые учебники. Но пока все идет наоборот. Итак, вы, Юлиска моя родная, разместили вот эту фотографию. Давайте посмотрим. Здесь мы видим рану. Мы видим, что она фактически саженец. Если это ветка, то ветка саженец, она мертва. Все понятно. Вот. Страшная рана. Вы ее объявили виновницей, потому что она имеет пень. И предложили сделать так, чтобы эта рана была заподлицо. Давайте прочтем. Тут все гораздо сложнее и страшнее. Там я сто процентов за. Здесь я должен комментировать. Обрезка на пень. Гниль от пенька пошла вниз. Из-за этой ошибки пришлось пожертвовать верхней веткой. Подозреваю, что если оставить как есть, рано или поздно эта ветка вся отомрет. Чтобы такого не было, нужно срезать без пенька в одной равнице столом продолжение ветки. То есть она предположила, а это уже ее наблюдение, уже собственно самостоятельное, как я учил. Если бы вот так было бы заподлицо, вот так вот, то тогда бы это страшно, страшно бы беды бы не случилось. Юлия, дорогая, было бы так же или еще хуже? Вот. Вот эту ее нельзя назвать пнем. Пень это пень, я вам покажу потом ниже. Вот. Ее нельзя назвать обрезкой на кольцо. Это назовем небрежная обрезка на кольцо. И хренередки несладки в таком виде, и даже заподлицо будущее отрезанное. Неизбежно вот это смерть. Потому что она была бы в два раза больше по размеру. Пень это пень. Вот. Тут хренередки не слаще. Это пример, как в Сибири очень сложно вырастить деревья. Попробуй только тронь. И вот такое случается. И сейчас я вам приведу свои примеры, доказательства. Итак, Юля, вот этот вывод я считаю преждевременный. Давайте окончательно перейдем. Вот это вот папировку единственное дерево было. Прошло 25 лет, как я его уничтожил. Нет, ему было уже годы, годы, годы. 15 лет назад я его уничтожил. Вот этими вот обрезками. Папировку убить невозможно. Но я был дурачком и не скрываю этого. посмотрите, как разрушается кора. Посмотрите. Этого бы не было, если бы я не делал эти раны на кольцо. А тут выиграет, какой же тут пенечек. Вот это вот свежая моя фотография я не использую. Почему? Видите, как разрушение идет через рану. А вот сбоку тоже, но уже по железу, назовем это, я не говорю, что это моими руками. Я просто говорю, как есть. То есть, я бы отрезал вот так. И кто-то случайно, не случайно обрезал вот так. Видит, какой наплыв. Рана вот такого размера. Сейчас здесь идет вот это, мимо. Здесь сохранились эти так называемые сосуды. Во, сосуды. Вот. Я не знаю, как называют их эти самые проводящие пути у дерева. Я уже по-человечески. Сосуды. Вот видите, разница огромная. И вот она начала разрушаться. Смертельная рана. И она расширяется. Ее ничем никогда не это, не заделать эту рану. Невозможно. Мороз сюда пошел. Все. Тебя распилите поперек, увидят страшную картину. А вот это вот, хотя и не моя тоже, я обнаружил в красном хуторе, я использовал уже в первых самых своих статьях. Я их использовал как неправильно обрезаем. Вот. И получается три варианта. Первый, это как здесь. Но, как видите, прохождение сосудов, то есть по сосудам продолжается. Вот это у меня сделала Троценко. Извините, что я показываю второй раз. Но я хочу точки на депр поставить. А еще бы лучше, если бы она была бы еще больше. Я такие фотографии наделал. Знаете как? Включи длиннее. Здесь уже кругом побеги, побеги, побеги. Вот. Но я не успел все перенести. Ну вот смотрите для вас. Два шестого мая. Это было на днях. Давайте посмотрим. Не, я не хвастаюсь. Это мой абрикос. Это соседский сад, который я потом выкупил. И сейчас я делаю учебные снимки в своем саду. Абрикос мой. Участок куплен в 15-м году. 2015-м. Давайте смотреть. Вот человек отпилил, они ему мешали. Где-то он отпилил так, что дерево почти погибло, а где-то более-менее. Вот это более-менее. Обратите внимание, здесь нигде вы не видите пока еще мразобоин, разрушений вот таких вот. Хотя рано гораздо страшнее, чем у Юли. Вот маленькие деревья, там еще лучше должны закрывать. Там, конечно, пенечек, конечно, ни к чему, но и даже если бы без пенечка бы Юли отрезал, все равно бы дерево погибло. Это ветка. А здесь, давайте, знаете, ради чего показывал. А вот это вот, так, грибы. Почему их нет тут? Здесь тысячи грибов застряли в этих, вот еще заставляют щеткой драть, драть, драть. Самые все глупости, какие есть в мире природе, предназначены для садоводства. Щеткой драть вот это, потому что там якобы споры грибов. Еще и насекомых придумали. А дерево это уже лет двадцать, двадцать два. Оно практически здоровое. А даже отрезанное здоровое. Почему? А если бы здесь был бы пень? Вот здесь. То есть не пень, а рано. А почему грибы только вот здесь вот? Если это споры, они должны были вцепиться. Вот тут трещин сколько? Сколько тут трещин? Ой-ой-ой, где угодно. А они не проставят. Вы представляете, что же ерунда-то такая? А здесь, казалось бы, лапки соскальзывают. Должны у них лапки соскальзывать. Понимаете? У грибов должны, у спор должны лапки соскальзывать. Она хочет питься. А здесь настолько мёртвая древесина, она начала вот это место самое мёртвое на всём дереве. Согласны? Прежде всего страдает сердцевина. Она вымирает. И они лапки соскальзывали, а у них грибы проникли. Где логика? Что мне сказки-то рассказывать, а эти, которые заставили женщинам вот такие ветки отрезать от семилетнего груши? С ума сошли? Я тогда знаете, настолько грустный разговор, я как этот самый, как судья, который перед приговором длинную речь произносит. Ладно, расскажу анекдот. Я его несколько раз хотел рассказать, но не решался. Потом я подумал, а почему я не могу рассказать анекдот, если в нём нет ни одного матерщинного слова. итак, слушайте, значит, в советское время приезжает американская делегация, журналисты и говорят, мы хотим знать настоящую Советскую Союз, настоящую Россию. Не надо нам подставных, мы будем идти по улице, первого остановим и узнаем, как живёт простой работяга русский. Ну, что делать? КГБшники провели работу, вся улица только в этих заранее проинструктированных людях. Заранее. И главное, что им ступили одно, в РИТе настолько убедительно, чтобы они поверили. В РИТе, но убедительно. И вот они идут по улице, а там 100 или 200 человек мимо них проходят, все проинструктированы. Вот. И возле каждого ещё проходит этот, КГБшник. Ну, правда, гражданская делегация. Наконец, они увидели мужика, настоящий, ну, видно, мужик такой вот, работяга, останавливается. Здравствуйте. Как ваша фамилия? Ну, там, Иванов или Петров. Так, скажите, пожалуйста, можно мы зададим несколько вопросов? Ну, тут же магнитофоны, микрофоны, всё. Вот. Мужик, конечно, проинструктирован, но боится страшно. Вот. Как бы мудриться, и не соврать, но так, чтобы поверили. Скажите, согласны? Да, ладно, спрашивайте. Вот. Скажите, сколько у вас комнат? Сколько? Девять или десять? Не считал. Ага. А какая у вас зарплата? в советское время? А, ну, тысяча рублей. Ух ты, смотри как. Если по этим, по этим самым, перевести в доллары, получается, где-то 3600, что ли, долларов. Ничего себе, нормально. Вот. Так. Ещё такие десяток вопросов. Прицепиться не к чему, проверить невозможно. И вдруг один из этих журналистов взял, да, и спросил. А какое у вас хобби? Мужик в ужасе замер. А что такое хобби? Он не знает слова такого. А надо же отвечать. Он ошалел, потом посмотрит по сторонам вниз, потом посмотрел на свою ширинку. А, хобби! Ну, брать надо брать. Хобби у меня, ну, вообще-то, большое. Какое? Ну, 13 ласточек садится. А за спиной корреспондентов ГГБшник ему. Вот. Ой, 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 бру. Не 13 ласточек, 12. У 13 лапки соскальзывают. Вот так вот. Так вот, кто меня понял, надеюсь, засмеялся, теперь представьте себе, до чего я ненавижу, не люблю эту самую научную науку, потому что у этих спор должны лапки соскальзывать. Понимаете? Лапки соскальзывают. Вот. А нам все лапшу решают. Представляете, дай им волю, они бы вот это дерево ободрали все, щетками металлическими, и они бы давно погибли. Дурь вот эту всю нам били башку. Вот такой анекдот. И естественно, что раз он, это не я, это он резал, это знаете, как он резал? Он умудрялся их не это, не закрашивать даже. Ну, для него это дерево, как будто этот, пиломатериал. Вот. Ну, сосед такого, такой уровень у него. У меня все такие соседи. Они все уничтожили уже свои сады. Я показывал, еще покажу. Вот. Ну, это я уже заклеил, это закрасил, это зеленая, густая зеленая краска, масляная краска. Закрасил. И казалось бы, вроде бы ничего. Да, есть вот морозобой. Ну, ладно, пойдет. Все это свежее для вас, специально, Юля. Я вас использовал для того, чтобы полностью эту тему раскрыть, закрыть. Итак, здесь мы имеем пень. Я это называю пнем. Нет? Неправильно. Сучок, сучок. Внимание. Соседнее с ним дерево. Это все тот же. Вот. Кто знает мою беседку, зеленая, вот она, зеленого цвета, кто знает, да? Вот. Теперь смотрите. С той стороны, видели? Заходим сюда. Вот он, дикий ужас. Вот она, обрезка на кольцо. Видели? Вы представляете? Ветка мертва практически. Мне еще жить, шевелятся, они морозостойкие. Но согласитесь, что это самое. Здесь сучок, здесь нет сучка. Вы не думайте, что я по единичному примеру строю всю свою доказательную базу. У меня сотни, а если что, собрать тысячи таких фотографий. Я их размазал по 133 вебинарам. Уже сотни видели. Ну, и мне будут говорить, что это все заживет. Вот это вот. Одно из моих этих самых обидных, обид. Когда я вот этот участок в 15-м году купил у соседа, так, он в деревне сидел. Вот эти вот, они потом еще долго, все равно было трудно под эти мелкие ветки остались, но они скелетные ветки до высоты головы все от этого. На трех. Три шикарнейших, великолепнейших яблони. Называется Уральское неливное. Некрупное, полукультурное, вкуснейшие яблоки. У меня целый фильм создан. Там ковер из яблок. Я вот это проклинаю, но проклинал, когда еще не было этих ран. Но уже половина веток там вверху была сухих. И вот они на моих глазах еще прошел год-два. Они продолжали раны. Растет дерево, увеличивается рана. И в конце концов все три погибли. И все три мной были выпилены. А кто научил моего соседа этому? Кто? А, смотреть в глаза. И такие фотографии у меня. Ни одна, ни две. Вы думаете, я специально выбирал? Я только беру, у меня есть обрезка. Бах! Первая фотография. Вот она. Неужели непонятно? Помните, я на прошлом в Бидаре показывал стандартные, как они обрезали. Вот такие вот обрезали. И никаких мозгов, потому что сами-то не резали никогда. Произошла страшная вещь, страшнейшая вещь. Вместо того, чтобы вот так вот. Вот ранка небольшая. Но одной хватит вот этой будущей книги. Книга должна быть там прививкой, посадкой, все. если взять стандартную книгу, там 200 страниц, да? Одной такой хватит, чтобы не вздумали эти ветки отрезать боковые. В 21 веке, на 21 году жизни я должен был вот это вот показать, что это такое. Ну, ни в одном учебнике, нигде. В 21 веке.